Память святых преподобных Антония и Феодосия Киева-Печерских отпраздновали в Польше. Скид в честь этих святых около Подляска деревни Адринки собрал в будний день более тысячи паломников из Польши, Белоруссии, России и Чехии. Подробности в материале корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала. Скид святых преподобных Антония и Феодосия Киева-Печерских Польши словно островок Святой Руси. Стоит среди заболоченных берегов реки Нарев и является островом в прямом смысле. Половодие заливает 800-метровую кладку, по которой на скид устремляются паломники, и это место отрезано от мира. Но есть невидимые исторические и духовные нити, которые трудно оборвать. Казалось бы, что более чем полтора столетия забвения этого места сделали невозможным возрождение духовного делания. Но ровно 10 лет назад здесь вновь зазвучала молитва. А еще спустя несколько лет прежним наместникам знаменитой суперслитской обители, архимандритом Гавриилом с Божьей помощью и помощью людей доброй воли, основан и обустроен скид в честь преподобных Антония и Феодосия. Угодно было Богу восстановить почитание преподобных и на этом месте, где была обитель, и также прославляли всех святых. Дивен Бог по святых своих, Бог Израиля. Почитание святых действительно уходит вглубь веков. В начале 16-го столетия православный князь Иван Вишневецкий, заблудившись в местных болотах, обрел чудоторный образ преподобного Антония Киево-Пещерского. Именно Киево-Пещерские монахи основали на Подлясе обители сначала в городке, а затем и супрасли. А супраслицкое братье в начале 17-го века, спасаясь от униатского насилия, во главе с архимандритом Иларионом Масальским, переселилось как раз на остров близ Адринок. Сейчас на этом острове пока один монах – отец Гавриил. Но даст Бог, появятся и братья. За 7 лет жития на скиту прошло 54 кандидата на Витсиату. Есть люди, которые пробуют свои силы, но поскольку свет манит, мир манит своими добрами, человек приходит и тут не за счеты находит то, что мы в свете. Конечно, жалко, что он всего один-единственный. Много приезжает людей сюда, а вот все-таки пока не нашлись его спутники в его подвиге христианском. А так, конечно, место удивительное, потому что оно спокойное, мирное. И вообще мне весь Восточный Польша на меня сильное впечатление произвело в двух словах. Я бы сказал так, что вот я из России, мне часто кажется, что я здесь как бы дома. Только не в той России, которая сейчас, а в той России, которая могла бы быть или была до революции. Представитель Польской Православной Церкви, митрополит Савва, отметил, что скит пережил несколько нападений из внешнего мира. Не всем нравится возрождение духовной жизни на этом месте. Но если есть такая реакция, значит и дело Божье правое. А Бог поругаем не бывает. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Адринки, Подлясье, Польша. Адринки, Подлясье, Польша.